...паутировал соперника в шестом, то есть такую длину дистанции он еще ни разу не проходил. Но у него был 9-раундовый поединок, бывает и такое, с нечетным количеством раундов, и он провел все раунды полностью. Паяну боксирует в стойке левши, Ромал Аманов боксирует в... еще раз... Паяну, да, в классической в стойке правши, а Ромал Аманов боксирует в стойке левши. Различать боксеров, я думаю, тоже не составит труда у Ромала красной перчатки. Ну и соперник Амалу на 5 сантиметров выше, хотя это особенно и не бросается в глаза. Решающим фактором в этом поединке будет мастерство. Мастерство выше у Аманова. Чем может взять доминиканец? Упорством, терпеливостью. Но я уже предвижу, что доминиканцу очень тяжело будет справиться вот с такой оппозицией в лице Амалова, потому что с соперником такого технического уровня ему еще ни разу не приходилось встречаться. Хотя мы знаем, что доминиканская республика очень неплохо развит именно любительский бокс. Они постоянно присутствуют и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх, добиваются довольно неплохих результатов для этой маленькой страны, для этого островного государства. Но здесь вот разница в подготовке, в фундаменте боксерского мастерства вот уже видна таким невооруженным глазом. Аманов легче двигается по рингу. Он расслабленнее. Да, удара сокрушительного у него нет. Профессиональный боксер, это, конечно, довольно большой минус. Но мы знаем боксеров, которые становились чемпионами мира, имея за на своем ситу минимальное количество досрочных побед. Один из самых ярких примеров и свежих, это аргентинский боксер Сесар Куэнко, который стал недавно чемпионом мира. Так вот, у него 48 побед, ни одного поражения и всего два нокаута. Вот неплохо. Через руку сейчас Аманов достал соперника. Мне кажется, пока этому не удалось. Вот как он нарвался сейчас. На опережение работает Аманов. Уж очень размашисто атаку по Яну и не составляет большого труда встретить его явно и открыто. Да, у Аманова нет жесткого удара, но если уж лететь так, лицом на его удары, то можно и как минимум присесть на настил ринга. Я думаю, что Рома Аманов так и будет вести в таком ключе поединок. Это, в общем, его фирменный стиль. Он будет работать от соперника, он будет работать на контратаке, присматриваться, высчитывать. Иногда, да, он может пойти вперед, когда соперник, допустим, выключает прессинг, когда соперник устаёт, и ему нужна какая-то пауза. Ромал может пойти на него, пойти в атаку. Но по большей части мы будем видеть вот в таком ключе. Ромал будет двигаться, смещаться. За счет хорошей работы ног, за счет хорошего чувства дистанции, он видит соперника, определяет. И опережает его. Вот эти основные компоненты, которые должны приносить ему сегодня успех. При этом у него довольно открытая стойка, он низко держит переднюю руку, да и левая рука у него, не сказать, что прям всегда четко у челюсти находится. Но ноги хорошие, и чувство дистанции. Это позволяет ему вот так вот. Чувство дистанции, тайминг. Если ты боксируешь против такого, как Ромал Аманов, то его нужно брать темпом и большим количеством ударов. Абсолютно точно. А вот тот темп, в котором сейчас проходит поединок, он очень удобен Ромалу. Это его бой сейчас идет. У него огромное пространство ринга, и за спиной, и сбоку. Соперник не может его прижать, соперник не может отрезать ему углы. Он просто как по ниточке ходит за Аманову, да? И фактически во всех этих движениях, что вправо, что влево, эти направления и сами векторы этих движений создают именно Аманов. Ниже пояса очень сильно, жестко. Очень болезненный удар. Рой Джонс внимательно смотрит за тем, что делают боксеры. Человек, который до сих пор не повесит перчатки на гвоздь, как принято говорить. Человек, который по-прежнему, как он утверждает, получает удовольствие от выхода в ринг. От боя. Смотрим замедленные повторы эпизодов второго раунда. Здесь преимущество, а мало у меня как... Такие оговорки. Нечаянные. Прошу прощения. Размашистый доминиканец атакует и, опять же, подходит без удара. Эти одиночные удары размашистые, даже если... Ну, попадет он раз-два за раунд. Ну, не больше, ведь. При этом Аманов их видит. И в какой-то момент, если даже он принимает этот удар на себя, то он уже к этому готов. Такие бесхитростные атаки без проблем рассмотрит даже кандидат в мастера спорта, а уж тем более призер любительского чемпионата мира, коим является Рома Аманов. Доминиканец призывает. Ну да, давай, мол, боксируешь, что-то там бегаешь. Ну, это тактика Аманова. Догони, если сможешь, как говорится. По сути, так и есть. Когда боксер начинает жаловаться, что соперник бегал, ну, действительно, а ты догони. Все-таки у ринга есть границы. Это же не стадион с беговой дорожкой. Ну да, и есть, в общем-то, приемы тактические, технические. Как заставить соперника остановиться, да? Опять, опять. Еще жестче, еще жестче. Удар намного ниже пояса. Кстати, вот сейчас... Очень болезненный удар. Очень. Можно получить дисквалификацию. Да, вообще за это вот в США бы дисквалифицировали сразу же. Нельзя выскакивать в ринг, когда идет раунд. Даже когда судья прервал. Впечатление, что Аманов не сможет продолжать бой. Вообще, до пяти минут, если я не ошибаюсь, положено, да? Да, пять минут на восстановление. На восстановление. Но здесь, похоже, может и не хватить этих пяти минут. Второй раз на же поясе, причем намного ниже и очень жестко попал Паяна. Вот, смотрим. Вот, и прям такой апперкот, вот, ну, там даже, мне кажется, он защиту прошел. Да, причем самое болезненное место. Что же тут скрывать? Да. Если не придет в себя Рома Ломанов, то у нас бой не зашел в четвертый раунд. Я, правда, не знаю правила вот конкретно в этом вечере, но по идее... Если бы сейчас был четвертый раунд, то даже, там, одной секунды достаточно, чтобы перейти к подсчету карточек. Но мы еще до этого не дошли. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы бой продолжался. Да, практически весь лимит отпущенного времени использовал Аманов. Но, действительно, Будар был очень болезненный. Ну, что, очко не будет снято с соперником? Нет? Реферия, всян, случай, ничего не показал. Что-то сейчас он сказал доминиканскому боксеру, нам не показали. Нет, все-таки, да, снимает. Сейчас он два очка даже. Два очка, два очка, да. Да, два пальца, вы видите. Правой рукой показал рефери. Ака, пока, пока. Капу забыли. Капу забыли. Капу забыли. Опять ниже пояса. Да что же это такое? Причем так же сбить это уже не так было критично, но удар был запрещенный. Ну, снял два очка уже рефери, если бы сейчас он заканчивает дисквалификацию. Сейчас уже на грани дисквалификации. Ну вот, да, довольно, довольно низко. Еще продолжил еще. Ну что, дисквалификация? Советуется с супервайзером поединка рефери. Ну вот, мы видим там, Игорь Мазуров что-то говорил, но он не является супервайзером этого боя, потому что он представляет Российскую Федерацию профессионального бокса, он вице-президент. Ну что, еще два очка снимут? Ну, два очка уже не могут снять, уже снятие следующего очка – это дисквалификация. Ну вот, вышел рингоносер, значит, бой будет остановлен. Да, ввиду дисквалификации, победа будет присужена. В этом сложнейшем поединке, со званием чемпиона в суперлегком весе, по версии WBA International, в связи с дисквалификацией противника, победа достается Раму Абадагу! Ну, друзья, вы все слышали прекрасно сами, идут дисквалификации соперника, очень, по-моему, который не вызывает сомнений ни у кого, нельзя так грязно, все-таки это бокс, бокс – это бокс джентльменов, спорт джентльменов, ну, в честь победителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова